В Полевском постоянно что-то происходит, поэтому рабочей правде есть о чем рассказать. Вот вам новый мост через Чусовую. За ремонт взялись заводчане. Герои на первой полосе с продолжением на второй. В школах и детских садах всего станет больше. Мест, кружков, нагрузки. Чего еще? Открывайте страницу 3. На улице Трубников круглосуточно строят дорогу, чтобы успеть ко дню города. Где еще в городе появится новый асфальт, читайте на странице 4. На пятой странице все, что вы хотели узнать про ремонт сетей на водоводе, но боялись спросить. В канун Дня памяти и скорби девятая и десятая страницы редакция посвятила невыдуманным историям Великой Отечественной войне. А на двадцатой полосе за самую душу берет история от Алексея Кожевникова. Есть такие врачи, к которым но очень хочется пойти. На шестой и седьмой странице как раз и расскажем о таких. А номер одной из них горожане достают даже через десятые руки. А я предложу вашему вниманию новый проект от рабочей правды. Вот вы, например, знаете, кто такой Билинский. А мы вам расскажем и предложим погуляться по улице его имени. Да еще и в конкурсе предложим поучаствовать. И так будет на каждой улице города. На девятнадцатой странице все подробности проекта. Родственники Анатолия Попова были ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Он обратился с письмом в редакцию. А будет ли все-таки памятник в городском парке, посвященный Чернобыльцам? Об этом читайте на странице 22. Актуальное расписание городских автобусов смотрите на 23 полосе. И, конечно, мы не забыли о свежей телепрограмме, умных развлечениях для детишек и сканворде. Это все рабочая правда. Оставайтесь с нами.